Работа найдется всем, оптимистично обещает Центр занятости соискателям. Однако, людям с инвалидностью в это поверить непросто. Здоровым работать некто. Что же говорить о нас, признаются они за кадром. Официально в Иванове Центр занятости пытается трудоустроить 170 ивановцев с ограниченными возможностями здоровья. Областной бюджет ежегодно выделяет деньги на оборудование рабочих мест для инвалидов. Когда работодатель оборудует рабочее место, всем необходим для выполнения функциональных обязанностей, служба занятости компенсирует затраты на оборудование рабочего места. Рабочие места с самой различной специальностями у нас оборудованы. Это и менеджеры, и бухгалтера, есть даже медицинские сестры и ряд других направлений. Одни работодатели открещиваются от сотрудников инвалидов, другие не видят в этом препятствия для эффективного труда. На ярмарке представлено 200 вакансий от 19 частных и государственных организаций. Вакансии больше заинтересовало упаковщицы. То есть есть люди совершенно способны к этому, то есть какие-то ограничения здоровья совсем не препятствия, чтобы работать, выполнять данную работу. И мы как бы с удовольствием примем. Кем хочет работать, Мария пока не определилась. Девушку заинтересовала вакансией системного администратора в седьмой больнице. Ищет по двум критериям. Зарплата – 10-15 тысяч рублей. И чтобы труд был в радость. Я по профессии радиотехник, но как бы хочу что-то найти в другой сфере. Ну что-то может администратор какой-то или еще что-то. Врач-педиатр, медсестра, санитарка. В седьмой городской клинической больнице эти вакансии открыты. Руководство учреждения с сотрудниками инвалидами не гнушается. Скорее наоборот. Сейчас там работает 17 человек с ограниченными возможностями здоровья. Собственным примером они каждый день доказывают – инвалидность не приговор. И врачи у нас есть с инвалидностью. Работают. Более того, я скажу, что у нас есть один из врачей. Он один из лучших врачей города считается. Я на форумах, в барахолке. Люди его рекомендуют друг другу. И ищут его номер телефона. Многим соискателям, а их по подсчетам организаторов пришло около 250 человек, работодатели предложили пройти собеседование. Если стороны устроят друг друга, то в Новый год кто-то получит подарок в виде первой зарплаты. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.